Гарант на Донечине. В преддверии Дня защитника Украины президент приехал в Мариуполь. В числе прочего Петр Порошенко побывал на учениях военно-морских сил, которые проходили на Азовском побережье. Валентина Чурикова расскажет все подробности. Морская сухопутная часть Азовского побережья на границе Запорожской и Донецкой области. Именно тут, по легенде учений, высадился вражеский десант. Катера, системы ПВО, гаубицы и пушки, реактивная и крупнокалиберная артиллерия, бронетранспортеры и военная авиация. 150 единиц военной техники и полтысячи украинских военных готовы дать отпор. Авиационная разведка, затем удары по десанту противника во время перехода морем. Бой с кораблями огневой поддержки и основными силами десанта. Отступить, чтобы заманить врага на берег, защита побережья и маневры обороны. Все, чтобы отразить нападение и не допустить эвакуацию сил противника. В целом, я с удовольствием результатами действий разнообразных сил. Вогневое уражение, видели, было нанесено потужение. И сейчас, после проверки мишенного поля, мы остаточную оценку будем знать. За учениями наблюдал президент Украины Петр Порошенко. Украина имеет уже кардинально другую армию. Наголошу, что это делается не для пиаров, не для того, чтобы кого-то залякать. Это сегодня буденная работа по строительству обороноздательности нашей страны. И что до надания отсечи в случае морской агрессии, мы должны держать и оружие, и порог на подготовке. Оборона морского побережья – одна из ключевых задач объединенных сил. Валентина Чурикова, Виктор Зубенко, Телеканал Донбасс.